Сегодня будет необычное видео, потому что я буду рассказывать о платном мессенджере Threema. Да, такие мессенджеры существуют и платность объясняется тем, что мессенджер предельно защищенный, вам не показывают рекламу и не собирают о вас никаких данных. Тут, естественно, по умолчанию сквозное шифрование как в личных чатах, так и в группах и мессенджер имеет швейцарскую юрисдикцию. Это плюсы, про минусы в конце. Вот так выглядит мобильное приложение. Простенько очень выглядит, прямо скажем. Но попробуем Threema под Desktop. Приложение мультиплатформенное, есть подо все, включая веб-версию. Но зарегистрировать аккаунт из приложения под Desktop нельзя. Нужно начинать с мобильного. Ладно, хорошо. Что касается мобильного. Оно есть, например, в Google Play, но стоит 5 евро. Ну, я, собственно, говорил, что оно платное, но платить надо при скачивании. А у меня по случаю и у вас в случае переустановки может быть ключ. И этот вариант меня не устраивает. Единственное, которое я нашел, это скачать АПК у них с сайта. Возможно, как-то можно действовать по-другому, но я решил не рисковать. Спишется, потом не вернешь. Вот тут в Threema Shop есть АПК. При скачивании нужно ввести ключ. Установили. У вас опять попросит ключ при старте и настройка. Создаем ключи шифрования учетки путем хаотичного перемещения пальца по экрану. Создаем энтропию. Получаем ID. Это ваш постоянный ID, аналог телефонного номера. Собственно, это главный и, к сожалению, на мой взгляд, единственный плюс Threema, отличающий его от большинства бесплатных аналогов. Максимальная анонимность. При регистрации вам не нужен ни номер телефона, ни имейл. Задаете пароль и впоследствии сможете восстановить данные с помощью ID и пароля. Можно выбрать свой сервер для хранения резервных данных, то есть тут есть элементы децентрализации. При этом номер телефона все-таки можно привязать, но я пропущу этот шаг. Если вы берете Threema не ради анонимности, то ради чего вы его берете? Действительно хочу. И закончите. И контакты я не буду синхронизировать. Я хочу анонимности. А вот. Теперь, наконец, зайдем в десктопную версию. Там удобнее показывать. Значит, нам нужно отсканировать QR-код. Да что такое? Отключить энергосбережение. Я прямо как-то расстраиваться начинаю. Это я сейчас просто пытаюсь установить мессенджер. Покажу, что делать на Xiaomi у вас может быть по-другому. Значит, это батарея. Тут настройки в верхнем углу. Контроль активности. Выбираете приложение. Контроль фоновой активности. И поставить нет ограничений. Потом можно вернуть как было. Вроде у меня все продолжило работать. Начать новую сессию. В десктопе перед этим надо задать здесь пароль. Каждый раз при перезагрузке компьютера вам его придется вводить. Либо заново сканировать QR-код. Отсканировали и наконец-то зашли. В общем, скринкаст получился о том, как установить Threema. Ну ладно, не страшно, потому что показывать тут особо нечего. Поэтому плюс вы добавляете чат один на один, группу или рассылку. Рассылка интересная штука, необычная, но мы добавим контакт. Добавляют контакты по ID. Добавили, можно писать. А также у чудо можно добавить смайлик и даже файл. Звонить из приложения под десктоп нельзя, только с мобильного, где даже можно включить видео. Удалить сообщение можно только у себя, таймера удалений сообщения нет. Группа – это просто группа. Вы добавляете в нее участников из списка ваших контактов. А вот рассылка – это уже интересно. Но перейдем в мобильное приложение, заодно запробуем контакт. Для того, чтобы контакт считался подтвержденным, вам нужно быть рядом с человеком. Он должен открыть свой QR-код вот отсюда, например, а вам нужно нажать на «Сканировать ID». У вас рядом с контактом появятся три зеленых точки. То есть контакт подтвержден. Но действие это не взаимное. Теперь вам нужно проделать это все в обратном порядке, чтобы ваш контакт был также подтвержден у второго человека. И давайте создадим список рассылки. Выбираете контакты, задаете название и теперь сообщение, которое вы напишите, просто попадет в чат ко всем указанным контактам. Так, как будто вы просто написали сообщение лично. Если человек ответит, то ответит он лично вам, а не куда-то там в общий список рассылки. Это удобная функция, наверное, но в остальном по функционалу Thruima не дотягивает даже до сигнал. Предельная аскеза исключительно, чтобы писать-звонить. Не знаю. Ну да, безопасность, анонимность, открытый код. Последний независимый аудит был в 2020 году, но вот вопрос. Найдете ли вы в Thruima хотя бы четверть своих контактов? Мучительный вопрос. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.